а перед началом ролика такая коротенькая история из жизни я думаю все вы уже слышали а кто там возможно даже и видел платежки за транспортировку газа да такое ощущение что раньше его транспортировали бесплатно ну конечно же нет и раньше его транспортировали скажем так за деньги просто это включалось где-то вот в тарифе а теперь вот присылают вот эти платежки многие там возмущаются многие смеются в тех же самых фейсбуках очень много разных мемасиков на эту тему смешно смешно конечно и мне было смешно пока я не услышал вот такую вот историю пишет человек что ему тоже пришла эта платежка вроде бы стандартно но есть одно большое но многоквартирный дом этого человека уже 7 лет как отключен от газа то есть они не пользуются газом после того как он получил платежку он обратился к этим самым газовщикам и говорит ну ребята как же так я 7 лет не пользуюсь газом нет у меня газа он отключен те говорят ему ну да газ отключен но за транспортировку ты пожалуйста заплатить вот дожились я даже не знаю как это комментировать потому что ну мне реально уже не смешно дожились дальше давайте по сути к нашему о пг за последнее время очень много всяких дел по вылазила по взяткам там закрытию дела либо не открытию дел это я не хочу обсуждать тут есть гораздо более страшные проделки вот этих вот товарищей форме которые нам совсем не товарищи вот один из полицейских при помощи угроз и обмана принудил человека открыть дверь рассказывая о том что это необходимо для исполнения им своих полномочий полицейского и с ними ворвалась с ним ворвалось несколько людей к этому человеку оказывается этот человек был должен спутником этого полицейского либо кому-то там одному из них деньги 110 тысяч гривен и 20 тысяч долларов сша после чего по классике человека вывезли в лес ну и там его били пытали вот такие вот бандиты бандиты знаете вывезем в лес следующее это по поводу каховки вручили подозрению подозрение одному из полицейских если вы не знаете про каховку тут уже погуглите на я думаю знаете да было там убийство на новый год честно говоря там очень много информации поэтому я даже не хотел туда касаться потому что очень далеко информации мало и не хотелось как найти а просто волосец сейчас появляется официальная информация о том что одному из полицейских вручено подозрение что там было убили человека и изначально по информации от очевидцев да вот там это родственников знакомых была такая что якобы полицейские после этого убийства пытались там смыть следы сымитировать то что человек якобы проник там на частную территорию и вот одному из этих фальсификаторов вручили подозрение то есть там очень сложная ситуация я так понимаю там работают и активисты и адвокаты я надеюсь установят всех причастных и конечно же накажут дальше вот у нас один замечательный полицейский который наехал на человека и говорит я тебе устрою такую вот веселую жизнь приду к тебе с обыском и найду у тебя наркотики либо давай штуку баксов если даже у тебя наркотиков там не будет я их все равно у тебя найду да понимаете ну и в общем вы знаете два в одном просто и взятка даже больше и взятка тут и вымогательство и еще вот то что касается наркотиков все вот в они все уже понимаете совмещают свои деятельности не просто подкидывает еще и находит кого-то кого можно вот так вот найти нагнуть и потом вот так вот нагибает получил подозрение этот шибко умный полицейский вот еще одни красавчики один полицейский и один бывший полицейский а еще два не установленных лица возможно тоже полицейские не знаю пока не установлено совершили вооруженное нападение на жилище где проживали пенсионеры жесть просто вы представляете причем это какой-то там спать на спать призначенный там ну просто жесть то есть какой-то то есть условно кордовец на со своими поддельниками вооружившись пошел разбойничать залез в дом к пенсионерам чего-то там вынес просто стран вот эти люди охраняют правопорядок понимаете вот это вот вообще прям четкая опг следующие это у нас крапивницкий тоже я рассказывал про эту историю там где остановили человека причем там так и не понятно то ли остановили его то ли он стоял и якобы заподозрили его в том что он сто тридцатый а потом произошла такая там потасовка его уронили на землю и вот как пишут установлено что один из патрульных применил к нему физическую силу сдавил и 20 секунд удерживал шею повалив при этом его на асфальт в результате чего у человека произошла рефлекторная остановка сердца и он умер эта история про занездру так называемого тоже если вы вдруг не знаете можете поискать в ютубе в гугле и вы найдете эту историю просто фактически убили человека не знаю даже что добавить это это насколько я так видел вроде даже этого и по телевизору уже показывали то есть очень громкий случай сейчас значит сообщили подозрение я не знаю наверное занездре этому и сообщили о подозрении дальше у нас следователь получил тоже подозрение что он совершил он задержал человека причем задержал его как пишут установлена без соответствующих законных оснований но мало того что он его заведомо незаконно задержал так он еще и сфальсифицировал документы таким образом чтобы человек находился дольше положенного времени сейчас он получил 371 366 вот это наверное сейчас одно из самых распространенных правонарушений среди полицейских это 366 служебный подлог а либо раз служебная подделка службого педро было не так на украинском языке звучит то есть сейчас это просто тупо повально везде везде фальсифицируют и патрульные исследователи и все остальные тут вот вообще ребята предприимчивые значит два предпринимателя договорились каким-то иностранцем о том чтобы приобрести у него технику и значит за это необходимо было заплатить этому иностранцу почти 20 тысяч евро встретились они с этим иностранцем начали передавать ему деньги и тут откуда ни возьмись типа налетела полиция все лицом в пол короче задержание увезли там одного туда другого сюда а деньги они иностранцы уже передали и потом не полиции не иностранца не денег получили подозрение вот эти вот махинаторы что интересно после этого еще проверили он оказывается этот иностранец уже находился в базе интерпол и разыскивался как раз и так понимаю по подобным всяким ситуациям а также нашли несколько иностранных паспортов на разные имена боеприпасы деньги и наркотики то есть опять таки вот такая мини-опоги вот в большому победу знаете но и вот еще один не совсем веселый случай старший опер и двое оперуполномоченных сначала незаконно привели человека в райотдел незаконный привод так называемые осуществили дальше закрыли в одном кабинете ну и начали бить ну что еще делать с человеком доброе деле нужно его обязательно избить причем избить его нужно ну как все мы знаем руками ногами коленями по голове по ребрам почему вот его били тоже так человек в итоге получил телесные повреждения средней тяжести виде переломов ребер со смещением со смещением и развитием правостороннего пневмоторакса не знаю что это такое даже не хочу смотреть звучит короче страшно то есть человек человеку поломали ребра и там чего-то значит внутри у него там совсем плохо потому что все эти осколки ребер начали смещаться в сторону внутренних органов но сами понимаете это жесть прям то есть это как минимум инвалидом можно стать а как максимум в принципе можно и умереть вот такие вот опг вот такие вот у нас истории а про взятки я вообще молчу не хочу про взятки говорить потому что по моему по сравнению с вот этим вот всем взятки выглядит как-то безобидно что ли пока какого ты за чекался мама не прейде не знаю что відповісти на добрый день ты хоть и бы почути так и бажа не люблю дома я так и доби не дам повешать и потлю